Субтитры делал DimaTorzok В аэропорт Симферополе Оттуда 76 километров на любом удобном транспорте До города федерального значения Севастополя На территории города насчитывается свыше 200 памятников Археологии, истории, архитектуры, градостроительства и монументального искусства В Севастополе мягкий приморский климат и незамерзающие морские бухты Одна из них – Балаклавская С ее достопримечательностями знакомимся в ходе прогулки на катере Федор Шаляпин Уникальность Балаклавской бухты – это структура нашей бухты То есть ход бухты Z-образный Поэтому независимо от того, что творится в море, в бухте всегда тихо Сейчас мы в море вышли, чуть-чуть, видите, чуть-чуть покачивает, чуть-чуть ветра больше Прогулка по Балаклавской бухте – насыщенный рейс Максимум впечатлений за непродолжительное время Отсюда открывается великолепнейший мыс Ая, или Священный мыс Самый высокий на Черноморском побережье Его высота составляет 583 метра Все зеленые насаждения природные В заповедной зоне произрастает 17 разновидностей можжевеловых растений Включая сосну Станкевича Дышать этим хвойным воздухом полезно тем, кто страдает легочными заболеваниями Отсюда же с бухты открывается вид на гору Спящая красавица Горные породы сложены в очертании женского лица И это лишь малая часть балаклавских красот и достопримечательностей Бухту по-другому называют рыбий мешок или рыбье гнездо Прокатиться на катере по Балаклавской бухте можно в любое время года Летом это делают преимущественно туристы, отдыхающие здесь, на море Ну а зимой приезжают сюда любители рыбной ловли Они берут этот катер в аренду, этот или любой другой И выезжают в море, чтобы ловить рыбу любым удобным способом В балаклавской бухте ловится луфарь, ставрида, пикша и окунь Ее ловят в море или с берега А еще здесь снимались многочисленные фильмы Один из них – Человек-амфибия В общем, посмотреть есть на что и туристы этим пользуются Балаклава популярна в любое время года На развитие туризма в Балаклаве власти Севастополя планируют привлечь Не менее 20 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций Этот проект называют для региона одним из приоритетных Существует поручение госсовета относительно того, чтобы Балаклаву превратить в международный центр туризма В этом смысле планируется создание современной гавани Создание в городе настоящего социокультурного центра Более того, мы выводим часть мощностей рудоуправления У нас возникает территория под девелом Балаклава существенно преобразуется Преобразуется и в размерах, и в инфраструктуре, и в стандартах качества Я думаю, что мы все-таки в ближайшие пять лет получим возможность Там функционировать как территория свободного города Тем, чтобы у нас гостям, приезжающим из-за границы, было достаточно легко туда Как в пешем формате, так и прибывающим на своих яхтах посещать этот город Оценить красоты с моря можно и в Севастопольской бухте На колесном теплоходе «Доброход» «Доброход» Севастополю подарил Нижний Новгород Теплоход осуществляет прогулки по бухте, размещая на своем борту до 200 человек «Доброход» непременно провезет вас мимо памятника затопленным кораблям Он является эмблемой города и частью официального герба Севастополя Также вы проследуете мимо монумента матросу и солдату Севастополь – самый героический военный порт России Ему доводилось несколько раз играть в истории страны судьбоносное значение Одному из них посвящен музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» Она, как и Севастополь, стала примером народного подвига Бронебашенная батарея, построенная на самой западной точке города, мысе Херсонес Одно из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны Главной базы Черноморского флота и Советского Союза Решение о строительстве батареи было принято Царской России перед началом Первой мировой войны К началу Великой Отечественной береговая оборона главной базы Черноморского флота Располагала развитой системой береговых батарей В конце июня, начале июля 1942 года Именно 35-я батарея стала последним оплотом героических защитников Севастополя Именно сюда, на мыс Херсонес, постепенно отступали все оставшиеся войска Здесь сражались и погибали последние защитники Севастополя И вот всем им, до конца выполнившим свой долг, и, как сказано на этом памятнике, шагнувшим в бессмертие, и посвящается наш мемориальный комплекс Площадь мемориала занимает около 8 гектар Подземные сооружения 5000 квадратных метров Знакомство с казематами начинаем со сквозняка П-образные помещения строились для того, чтобы защитить батарею от взрыва Через него взрывная волна проходила сквозняком Отсюда и название Сама батарея представляла два огромных железобетонных блока Внутри которых находились орудийные установки Здесь перед вами в этом блоке представлен снаряд 35-й батареи Он весил 471 килограмм Калибр 305 миллиметров И вот такие снаряды загружались в каждый ствол А следом загружались в специальные мешки с форохом Они хранились вот в таких металлических пеналах Вес каждого такого полузаряда был 65 килограмм Снаряды и полузаряды размещались в специальных погребах Они находились вокруг каждого орудийного блока Батарея работала как слаженный механизм На подачу каждого орудия уходило всего 35 секунд Таким образом солдаты в минуту могли выстрелить дважды Дальность стрельбы достигала 40 километров Сами орудийные установки могли вращаться на 180 градусов в одну сторону и на 180 в другую Вокруг каждой орудийной установки размещались снарядные и полузарядные погреба В правом крыле находились жилые помещения А в левом все технические службы, которые обеспечивали работу батареи Между собой блоки соединялись с подземной паттерной Героическая оборона Севастополя длилась 250 дней В ней погибли десятки тысяч солдат Почтить их память можно в пантеоне Почтить их память можно в пантеоне Рядом с пантеоном Некрополь Там захоронены останки солдат, которые были обнаружены при расчистке батареи на территории мыса Херсонес и в различных местах города Сейчас там покоятся останки 438 защитников Севастополя К 75-летию второй героической обороны Севастополя в музее 35-й береговой батареи открыта выставка «Начало бессмертия» Ее главными героями стали пять севастопольцев, ветеранов легендарного курсантского батальона военно-морского училища береговой обороны Которые одними из первых встретили врага на подступах к Севастополю осенью 1941 года В этих первых боях принимал участие курсантский батальон Позже немцы скажут, что это были отборные войска Черноморского плота На самом деле это были пацаны 17-20 лет Многие из них были даже боссами Ну в каком плане? Они носки даже не надели на себя А прямо так, вот сунув боссы и ноги в эти ботинки, отправились под Вахчисарай Туда, где предстояло принять первый бой Обученные лишь только навыкам слегка рукопашного боя Они, может быть, впервые держали в руках винтовку Мосина Это были курсанты училища береговой обороны 1171 парень Осталось их сейчас в нашем городе 5 человек Это Николай Баранов, Александр Глушаков, Иван Мацигор, Лазарь Ройтенбург и Николай Тарасенко Их воспоминания, истории, рассказанные от первого лица Пожалуй, самая ценная часть выставки Еще один музей «Панорама Севастополя» рассказывает О героической обороне и освобождении города Только уже в период Крымской войны Панорама одна из крупнейших среди 60 панорам мира Ее автор, художник, баталист Франц Алексеевич Рубо Положил в основу произведение самый яркий эпизод севастопольской эпопеи Бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска Огромное живописное полотно писалось в Мюнхене Как произведение искусства, севастопольская панорама представляет собой огромную по размеру картину Длина по окружности 115 метров, а высота 14 Дополнена панорама предметным планом, площадью около 1000 квадратных метров Путешествия по Севастополю, непременно загляните сюда А мы идем дальше Военный исторический музей фортификационных сооружений Балаклавский подземный музейный комплекс по укрытию подводных лодок От нанесения ядерного удара и их ремонта Посвященный периоду холодной войны Некогда совершенно секретный объект строили почти 10 лет до 1963 года Северный юг его пронизывает подземный морской канал длиною 608 метров А его глубина составляет 8 метров Подводные лодки заходили сюда регулярно, например, на ремонт Его проводили в сухом доке Глубина в нем такая же, как и в канале, 8 метров, а длина 100 Заходили лодки со стороны Балаклавской бухты Слева вдоль дока стояли специальные устройства На них были намотаны так называемые швартовые тросы канаты Вот когда с той стороны в док вводилась подводная лодка То вот эти вот устройства, а ими управляли рабочие доковой команды Вот эти тросы присоединяли к корпусу лодки И лодку на этих швартовых концах правильно устанавливали в доке После установки заграждение на входе закрывали А потом под этой вот площадкой, которую еще называют придоковая На нулевом этаже начинала действовать насосная станция В течение где-то трех часов насосы откачивали доки-бод Лодку опускали на нижний уровень и начинался ремонт Обслуживали здесь только малые и средние подводки А это бывший арсенал Он считался самой секретной частью комплекса И назывался объект 820 Где проводились работы с атомными боеголовками Макет одной из них в натуральную величину Представлен среди многочисленных экспонатов музея Многие из них собраны в экспозиции Подводные силы Черноморского флота СССР 1944-1994 годов В этом музее собраны поистине уникальные экспонаты Один из них, вот этот, казалось бы на первый взгляд, кусок железа На самом деле это фрагмент корпуса подводной лодки-мишени Черноморского флота Туристический маршрут протяженностью 1 километр Проходит по подземным лабиринтам горы Тавров Строили комплекс метростроевцы с помощью взрывных работ Внутри стен для большей прочности залит бетон Местами его толщина доходит до 3 метров Комплекс мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы Мощностью до 100 килотонн Это в 4 раза больше бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки Огромные стальные двери весом 10 тонн Также заполненные бетоном могли защитить от радиации Двери открывались и закрывались за 3 минуты с помощью приводов Этот комплекс служил защитой от ядерного оружия людей, военной техники и боеприпасов Справа от вас на стене надпись в убежище и стрелка указатель Со времен работы комплекса все это сохранилось Стрелка указатель показывает, что убежище, то есть укрытие для людей подводных лодок в случае ядерной опасности Было бы на территории ремонтного объекта Вход на объект вот за этим поворотом А теперь взгляните, какой поворот Он закругленный Вот такое большое закругление помогло бы окончательно остановить, погасить ударную волну Над комплексом до 130 метров скального грунта Поэтому, отправляясь туда, стоит взять теплую одежду Летом температура воздуха в подземном комплексе всего плюс 16 градусов А вот под открытым небом на берегу Черного моря раскинулся археологический заповедник Херсонес Таврический Он является самым величественным археологическим памятником Юга России Основанный греками в V веке до н.э. город пережил и римское присутствие, и византийское владычество Город просуществовал 2000 лет Херсонеситы с первых дней находились в достаточно напряженных отношениях с соседями Приходилось отстаивать такую удобную по расположению и такую красивую территорию Херсонес от врагов защищали две мощные оборонительные стены Почему две? Если врагу удалось перебраться через одну стену, то он попадал в своеобразную ловушку Из которой ему уже точно было не выбраться А за тем, как наступают, враги наблюдали с двух башен Сейчас они остались в полуразрушенном виде Одна прямоугольная высотой 14 метров, другая полукруглая, которая находится чуть дальше Это, в общем-то, все, что осталось от оборонительных сооружений Херсонеса После череды разрушений в конце 14-го, начале 15-го веков в город пришло запустение Его покинули последние жители Свое второе рождение Херсонес обрел как памятник археологии Город наш копают до сих пор, ежегодно здесь работают около 15 экспедиций Но раскопали Херсонес только на одну треть И в фондах нашего музея более 200 тысяч экспонатов Большое количество памятников, видите, находится под открытым небом на городище Первые археологические раскопки в Херсонесе датируются 1827 годом С середины 19-го века они велись почти ежегодно Первые археологи, которые работали в Херсонесе, искали остатки первых христианских храмов В частности того, в котором в 10-м веке крестился киевский князь Владимир и нашли Херсонес представляет собой классический город, где абсолютно в каждом квартале Если вот наблюдать его сверху, располагался храм Храм, как именно общинный, семейный храм, в который вмещалось, он был небольшой по площади Но это говорит о том, что вскрывая, наверное, поднимая еще какие-то культурные слои Сегодня археологам предстоит, наверное, открывать и, скажем так, проливать научный свет На жизнь и быт ранних христианских общин средних веков Православная святыня, которую увековечило принятие христианства князем Владимиром Свято-Владимирский кафедральный собор Он построен в Херсонесе и является одним из самых больших по площади среди крымских храмов Сейчас это красивое величественное здание, в котором регулярно собираются тысячи прихожан Идея возведения храма в древнем городе Херсонесе родилась еще в 1825 году Строительство началось только через 36 лет Стены собора были выложены мраморными плитами Стояли на месте древнего храма, в котором происходило крещение Руси Во времена Великой Отечественной войны из-за попадания бомбы храм был разрушен Но в начале 90-х годов Владимирский кафедральный собор был снова передан верующим Количество исторических памятников в Севастополе поражает воображением бывалых путешественников Для того, чтобы посетить все, не хватит и месяца Но, находясь там, обязательно нужно найти время для знакомства с винодельческими хозяйствами региона Одно из них – «Золотая балка» Мы здесь же на заводе производим все теплоечко Вы можете даже приехать летом и поучаствовать и увидеть, как мы производим Как виноград сгружается в бункере приемника, как идет дальше нагревание отделения, как распиваются ягоды Потом даже вы чувствуете ароматы, как идет термичное ображение Затем, через некоторое время, переходит уже готовый виноматериал на вторичное ображение Здесь это игристое вино и здесь же разливается Никуда виноград не отвозится, все здесь, все сразу Мощности завода составляют до 10 миллионов бутылок в год «Золотая балка» входит в список крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя И единственный из виноделий Крыма, мощности которой позволяют производить игристое под одноименным брендом Исключительно из собственного винограда Сегодня на заводе «Золотая балка» залили 240 бочек белого и красного игристого вина Эти бочки сделаны из французского дуба, как нам пояснили сотрудники завода Российские не предпочитают, потому что французские более качественные И он насыщает вино определенными нотками ароматов В этих бочках белое вино игристое будет зреть один год Красное игристое вино – один год и два месяца То есть продегустировать его можно будет уже в начале следующего сезона Еще одно место, которое следует посетить – Инкерманский завод марочных вин Он был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня Мышанкового известняка На глубине от 5 до 30 метров образовались штольни с относительно низкой постоянной температурой и влажностью Что стало предпосылкой для создания завода марочных вин Территория предприятия составляет 7 гектаров Подземная площадь винных подвалов – 55 тысяч квадратных метров На заводе абсолютно исключен контакт вина с кислородом во всей технологической цепочке Во время дыхания вино начинает постепенно уменьшаться в размере За счет этого сверху может образоваться воздушный пузырь Который является идеальным местом для развития аэробной микрофлоры Она в считанные недели уничтожает тонкий изысканный напиток Чтобы этого не происходило, два раза в неделю все бутые бочки обязательно доливают А каждые полгода вино переливают из одной бочки в другую, чтобы образовавшийся осадок не мешал набирать вино, положенный вкус и аромат В Севастополе насчитывается около 26 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения 10 тысяч гектаров занимают многолетние насаждения, в основном виноградники Поэтому в Севастополе разработана программа развития виноделия Она включает в себя и туристическую составляющую Например, у меня есть хозяйство, через которое в год за сезону проходит более тысячи человек Ну просто на дегустации посмотреть, увидеть, как это делать, пособирать виноград Это очень здорово, да, приобщиться к этому процессу И через весь регион проходит в десятки раз больше, чем через мое хозяйство Потому что мы одни из очень-очень небольших И мы видим, как с каждым годом интерес к вину растет вообще в стране И как все больше и больше количества туристов приезжает сюда специально для этого Вот есть специальный винный туризм, это гастрономический туризм И все это идет очень здорово Гастрономический туризм – это новое и перспективное направление для России Он является воротами в местную культуру и самобытность И в Севастополе это направление активно развивается Чтобы развивать туризм в целом, в Севастополе отказались от введения курортного сбора Мы свою позицию уже несколько раз выразили и публично, и на бумаге, и устно Мы не сторонники вхождения Севастополя в этот проект По многим причинам мы обсуждали эту историю с нашим бизнесом Мы говорим о том, что нам нужно провести еще будет большую работу по легализации этого теневого От значительной части рынка Чтобы люди вышли в свет, люди занимались бы легальным бизнесом Платили бы легальную заработную плату в этом секторе И это одна из причин Ну а другая, не последняя в ряду оснований, по которым мы не хотели бы экспериментировать Вот именно в этот временной период Мы согласны с тем, что эта история актуальна для Алтая Актуальна для Кавминвод Куда многие годы, так сказать, не вкладывались серьезные деньги Но применительно к Крыму и Севастополю российский налогоплательщик Уже реально хорошо вложился в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя Севастополь уникальный Он привлекает туристов не только в высокий сезон, летом, но и в любое другое время года Ведь этот город не только курортный Каждый найдет в нем что-то для себя И осенью, и весной, и даже зимой И мы в этом убедились лично КОНЕЦ